Это метод, который называется «Найди в себе хорошие чувства». Какие хорошие чувства? Не придираться, не злиться, не обижаться, не нервничать, не беситься. Второе, начните обращать внимание. Ну вот, допустим, там человек плохой, вы долго переживаете, оно вам надо, ведь живите ради того, что я называю жизнь. Легкая жизнь – это воздушные, прекрасные, хорошие чувства. Они поднимают вас энергетически, и вы выходите из ямы. Когда человек в яме, он постоянно находит что-то плохое. Вот еще это не так, еще это, и почему он такой, почему я не такая, почему это плохо, почему это. И там, а вот так случится, вот так, а вот еще информацию нашла и так далее. То есть, рассмотрите свою жизнь. Если вы катитесь, то у вас нет хороших чувств, вам их необходимо найти. Чем больше будет, тем человек становится духовнее, дух в нем появляется, это дух прекрасного. Он наполняет нашу жизнь. Так человек, говорят, у человека каменное сердце, он сердит и вредный, там все плохо, рядом с ним я страдаю. Это все отягощает вашу душу, вы скатываетесь, и после этого вам нужно что-то, что вас будет воодушевлять. То есть, вам необходимо из ямы выбираться вот такими моментами, о которых я рассказывал на первой ступени. Вдохновляйтесь, удивляйтесь, произносите слова «мне нравится то, да мне нравится это». Это очень изменит в вашем случае вашу жизнь. А так, глубокая яма есть следствие. Продолжение следует... Продолжение следует...